Летом 2017 года мне сделали ампутацию руки вместе с плечом, у меня рак хондросаркома и в то же время в онкоцентре мне дали направление на протезирование Вальбрифта. Я еще последние дни снимал в Ленинграде съемное жилье, зашел в интернет, посмотрел и мне попался от табок. Там протезист делает, он тоже на протезе. Я им позвонил, объяснил всю ситуацию, подъехали, сделали техническое задание, поговорили, поговорили. Мне надо в протезе, самое главное, это вес. От табок сказал, что протез не будет больше пяти килограмм. Сейчас маленечко на этом остановимся, то есть это будет пластиковая заливка, пластиковая заливка, кожаные ремни и основа будет титановые трубки и поролоновая начинка, руки и кожаные, и резиновая перчатка по цвету кожи подберут. Все это вместе будет весить около пяти килограммов. Я проанализировал, так как мне было дано направление Вальбрифта, я зашел к ним на сайт. Кстати, сейчас на сайт заходил, уже этой информации нету. У них были виды протезов выставлены, работы и стоимости. Такой протез стоил 70 тысяч рублей. И вид. Знаете, что печально? Вот вроде век цивилизации, шагнул в цифровую, в цифровой мир, но там как остались вот эти вот послевоенные протезы. Все заливное, пластик все заливной, все тяжелое. Я сразу, конечно, посмотрел и думаю, да, правильно, что я съездил в Оттапок, сделал техническое задание. Осенью на комиссию МСМ мне поставили группу, дали ИПР, индивидуальный план развития, наверное, расшифровывается. А с ним я уже обратился в фонд социальной страхования в Бокситогорске. Там сделали заявочку на протез, отправили в Питер. Все, прошло какое-то время. Это осень была после Нового года. Звонят мне с Альбрихта. Вот вы у нас будете протезироваться. Я так, подождите, говорю, минуточку. Я оформлял заявочку Оттапока. Почему вы берете? Ну, вот, типа, мы выиграли тендер. Я говорю, как это так выиграли тендер? То есть, стоимость протеза Оттапок составляла на то время 440 тысяч рублей. Они со своей себестоимостью 70, не себестоимостью, со своим протезом, довоенным, допотопным. Может, он, конечно, не довоенный, но на современный мир он действительно является допотопным. И понимаю, что он будет тяжелый. Они со своей стоимостью 70 тысяч хапают тендер на 400 и говорят, что мы вам все сделаем, все в порядке. Я говорю, вес сколько будут? Вежливо меня так спрыгивают. Говорят, мы вес сейчас не знаем, вам надо подъехать, мы все сделаем, все рассчитаем. Я говорю, нет, ребятки, я кота в мешке брать не буду. Отказываюсь. Второй год то же самое. Я прихожу на МСЭ, делаем все заново бумаги, фонд социального страхования, все так же оформляем, отправляем. Опять так же после Нового года звоночек. Здравствуйте. Какой-то тот-то-то-то-то. Я говорю, хорошо. Говорю, мне, пожалуйста, техническое задание протеза. Вес. Мне хамить начинают, хамить начинают. Я уже не помню ни фамилию, ни имя, кто там общался. Мне начинают хамить. Я что, вам специалист, что ли? Я вот тут на телефоне. Я говорю, а что вы мне предлагаете? Кота в мешке. Давайте возьмем. Я объясняю. У меня нет плеча. Мне надо самый легкий протез. Он с меня просто будет вот так вот скатываться. Мне не надо ваши допотопные протезы. Мне надо полезть. Сделайте легкий. Не вопрос. В одном месте меня даже обманули, что мы закажем, раз у вас отто-бот, мы закажем те комплектующие отто-бота и соберем для вас. Я не стал поспешно давать согласие. Но все равно надо было туда мне приехать. Я просто позвонил отто-бока. Они сказали, нет, мы никому комплектующие не предоставляем. То есть это был обман. Это второй год. Вот. Потом еще раз какая-то компания позвонила. То же самое. То же самое опять заново нам сэр. Мне уже дали бессрочно. ИПР, в фонд социального страхования. Обращаюсь в город Бакситогорске. Опять заполняем все. Отправляем. Здравствуйте. Снова какой-то колхоз выиграл тендер. Уже перед этим, перед этим, я звонил в Санкт-Петербург. Мне в Бакситогорске дали телефон. Я уже объяснил. Я говорю, в компьютере запишите все. Говорю, пожалуйста. Я не буду брать протез, который потом будет где-то валяться, пылиться дома, потому что он мне будет неудобен. Вот, я говорю, я нашел, где мне сделать максимально легкий. Который, которым я буду пользоваться. Нет, все равно звонит мне какая-то, какой-то непонятный подрядчик, который опять выиграл тендер. Отказ. Опять позвонил. В следующий год коронавирус. Я никуда ничего не обращался. И вот в этот год они мне позвонили с Санкт-Петербурга. Напомнили, чтобы я сделал заявочку через госуслуги. Госуслуги это такая блудня. Это такая блудня. Нигде ни видеоуроков, ничего нет. Я какую-то заявочку оформил. Они просили номера вписать все. Я посмотрел видеоролик в интернете. Примерно по нему сделал. Нигде там не попросили мне не указать ни номера, ничего. Номера индивидуального плана развития. ИПР бумажка выдается на МС. Нигде этого ничего нет. И уже пришел отказ, что ваше заявление не зарегистрировано. Ну, я тут ездил в Бакситогорске. Опять в фонд для социального страхования. Оформил уже, как говорится, аналоговый. И туда отправили, в Санкт-Петербург. Сейчас подождем, чем закончится эта канитель. Но вот летом будет уже как пять лет, как я после операции. На данный момент я пользуюсь вот такой вот штучкой. Я ее называю фальш-плечо. Это, кстати, американское. Все. И она уже пришла в негодность. Здесь я заменил резинки. Резинки вытягиваются. Здесь я заменил резинки. Но этого хватило на полгода. Эти резинки тоже вытянулись. В данный момент у меня точно такой же конструкции. Таких же размеров. Немецкая. Но вся неудобная. Вся грубая. Вся реже. На этом ролик заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok